Сейчас я хочу пригласить на сцену одного из наших почетных гостей, которого я уже представлял, заслуженного художника России, почетного члена Российской Академии Художеств, Творческого союза профессиональных художников и, естественно, творческого объединения созвездий введений Александра Анатольевича Калоргина. Александр Анатольевич около 20 лет был главным художником Московского монетного двора. Это такая интереснейшая, очень трудная и ответственная должность. Между прочим, Александр Анатольевич является автором, совместно с дважды Героями Союза Тодором Ильичем Климуком, космонавтом, он создал всемирно известный, именно всемирно известный знак «Центр подготовки космонавтов», который мы все, конечно, знаем, он есть на очень многих плакатах, даже на кораблях космических. И также, как я уже сказал, он явился, в частности, создателем одной из медалей. Дело в том, что я как автор медали был Сазонов Юрий, но он был намного моложе меня, это был 1984 год, это сумасшедший стоп. Ну и вот Аверсу, его, так сказать, с моими дополнениями, реверс, это моя композиция. Ну и я вот здесь показывал медаль, да, значок вернее. Ну вот у меня остались автографы сына Чкалова, я был у него в гостях. А вот плакат, расскажите, Александр Ильич. А это вот, к этому юбилею было выпущено американцами, где-то плакат, такой большой. Ну остались автографы Байдукова, Лякова, по-моему, и сына Чкалова. Так что это по поводу перелета. Ну а здесь такой интересный момент, ну ладно, не буду об этом, так сказать, мелочи. Если интересно, почему же не будете? Ну просто коллега, в мое отсутствие, так сказать, обратились, по-моему, даже чуть ли не к Левуку, с тем, чтобы к перелету очередному, какая-то дата была, сделать медаль, посвященную Белякову, Байдукову, Чкалову. Ну и один товарищ, так сказать, коллега, я как у меня в это время не было, он сделал эту медаль. Я когда увидел, ну, может быть, вы тоже, так сказать, вот у Димы там есть, наверное, изображение, я говорю, Иван, слушай, ты что с таких баланчиков сделал? А он говорит, ну сколько заплатили мне, настолько я и сделал. Так что вот, симы искусства разные, бывает, оценивается, так сказать, материально. Ну, в присутствии на трибуне совершенно непонятный экспромт, но, тем не менее, если какие-то вопросы, я не спалялся, я не могу о чем-то рассказать. А в 90-летие, в 90-летие, что-нибудь будет интересно? Ну, дело в том, что я с монетом и двором расстался официально в 2000 году, но сейчас вот, если по-моему, по поводу моей творческой работы, ну, два слова могу сказать. Я делал медаль, посвященную Кастрову. Вообще, Федель не любил никаких, так сказать, монументов. Это вот сейчас идет спор, установить памятник Кастрову на площади, я же не помню. Вот, ну и МИД заказал, не казалось средств, и они, так сказать, это немножко отложили, а когда отложили, Федель уже не стало. Ну и вот я делал медаль, теперь ее вручили там Караулю, я вручал послам, одному, второму, который увезел, придел. Вот, ну и одна из таких значимых работ это была медаль, посвященная нашим отношениям дипломатическим к Стайламу. Николай II, когда он еще был, так сказать, не был царем, а был, как он назывался, ну, не был он еще царем, но он, тем не менее, плавал в Таиланд, и вот потом с Таиландом, и встречался с Ромом V, был этот тайский монарх. Вот, ну и в это время, когда до Японии, так сказать, доплыл, на него был покушение, ну это, так сказать, второй момент. Ну, я вот тоже сделал медаль, но опять-таки у Мины не хватило средств, чтобы выпустить. Молодец, как я сделал, но у меня есть какие-то дела. Вот, а потом, значит, сто... Сто двадцать пять лет, по-моему, в семнадцатом году, я сделал медаль, посвященную уже визиту Ромы V в Питер, когда уже царь был, уже официальный коронавр. Ну и подарили эту медаль. Мне посол, даже, так сказать, написал, так вот, благодарственное. Ну, не то, что благодарственное, а впечатление, когда он был с ответом, ну, заканчивал свою деятельность и богопороля, он, значит, подарил новому мраму девяностое, по-моему, значит, часы молокитовые, оправили какие-то богатые, потом ковш, наш, так сказать, разукрашенный медаль. Хохломанный? Да, 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 там большой. Эту медаль. Вот, ну и он пишет, что король очень долго и пристально смотрел с удовольствием эту медаль и передал ее своей сестре. Так что, как говорят, сила искусства дружит с народами. Вот, поэтому, если что, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Я еще хотел сказать, что мы, естественно, безусловно, будем в экспозиции не раз выставлять работу Александра Анатольевича, потому что у него очень много действительно есть и медалей, и монет, посвященных космонавтике. Поэтому я думаю, что жуковчане еще смогут увидеть его живые работы. Мы это подготовим, пригласим, будем делать специальный такой проект. А сейчас я хотел бы на сцену пригласить руководителя литературного объединения «Литок Крылья», одной из самых известных, без превращения жуковских поэтесс, известных далеко за пределами Жуковского и Московской области, Татьяну Дмитриевну Максименко. Очень приятно. Спасибо, Дмитрий. Я приготовила для замечательных сегодня зрителей два стихотворения. Одно легенда, баллада о легендарном перелете. Поле аэродрома, рокот аэроплана, Наши асы в Америке. Перелет завершен. От Москвы до Ванкувера, Льды, моря, океаны, Трое летчиков, чкалов, Байдуков, Беляков Держат путь в Сан-Франциско. А потом в Вашингтоне, Где тепло, как в Батуми, Где приемы в их честь. В Белом доме подружески Тянут ладони президенту. И Рузвельт приглашает их сесть. Президент встать не может, Римматизмом страдает. В круглом кресле Склонился с энергичным лицом. Поздравляет пилотов, Шутит с легкой усмешкой. Он для нации стал во второй раз отцом. В грандиозном Нью-Йорке, В стоэтажном отеле, А точнее там было сто два этажа, Три пилота советских на крыше стояли. Низ смотрели, Летала по привычке душа. Возвращались на родину пароходом Нормандия. Обязательный смокинг. Тип кают первый класс. Рядом миллионеры, знаменитости. Мания брать автограф у тех, Кто взлетел выше вас. Наши летчики прибыли в Гаврский порт. И на поезде до Парижа доехали. Из-за облачных сфер Их цветами засыпали, Окружили писатели И на выставку двинулись В павильон СССР. Там скульптура стояла, Наш рабочий с колхозницей. Это было в июле, В Знойном, 37-м. Продавалось не все еще Оптом и в розницу. Наши летчики лучшие. Помни, друг, об элон. Ну и еще одно стихотворение, Я считаю тоже важное, Валерий Чкалов. Понимаете, взгляд на то, Что я удивилась, Вот стихотворение Валерия Чкалов О личности этого летчика. Но я удивилась, Что улица Чкалова в Москве Не оказалась, А бывшая улица Чкалова Переименована. И теперь называется Земляной бал. Вот это меня удивило. Но такова вот Нынешняя действительность. Вот стихотворение Чкаловской лестницы. Летчик Чкалов Поставил след на родной земле. Сталин, говорят, Едва примирился с потерей. Нес курну с прахом Кремлевской стене И повторял Вечная память тебе, Валерий. Что мы знаем о нем, Любимцы Сталина? Быть живой легендой? А ну-ка, смоги! Сегодня легенды в кучу свалены. У летчика Чкалова Остались враги. Народ наш по-прежнему Чтит героев, Немало их пребывает в тени. А Чкалов в полетах Не знал простоев. Его манили аэродрома огни. Смерть уже тогда По пятам за ним ходила. Жена отвечала на письма Жителей страны. А в летчике Глокотала неуемная сила. Такие асы Были стране нужны. Жаль, что сел он в кабину Ни того самолета. Но для испытателя Все самолеты, те. Смерть отвела от него Все земные заботы На недосягаемой высоте. И после смерти Всемирно известный летчик Взлетев под флагом Цвета алого, Войдя в историю Парой строчек Кому-то спокойно жить не давал В Москве бывшая улица Чкалова Теперь земляной бал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Послевоенный авиаппарат А летчик Михаил Громов Человек средь облаков Дерзкий летчик Кто таков? Он в кабине Ох, силен Поверх праздничных колонн Там трибуна, мавзолей Строгость важная вождей А вокруг вселенский гул И почетный караул Опрокинув лица ввысь Все глядят Прекрасна жизнь Вождь, прижав ладонь к бровям Верит лозунгам, словам Летчик думает Сейчас мастерства Начнется класс Разворот и кувырок Верит майский ветерок Влаги красные цветут Люди к площади идут В синем небе полоса Праздник, праздник Начался И вот летчик Михаил Громов Конечно, на этих праздниках Присутствовал Воздухоплаватель Летун Бесстрашный летчик За чередую солнц и лун Угнаться хочет Стальная птица А точнее морская рыба Его машина Он пред ней сомнений глыба Он виртуоз Он вдохновил людей лавину Взял шлем Скользя по ребрам крыл Нырнул в кабину Его машина Брюхом вверх На миг застыла Всех безумления Поверх Избыток силы Он не для Он не для шумной славы жил Видна порода Явив рекорд Он заслужил Любовь народа Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ